Детей должно быть как можно больше, считают в семье Евдокимовых. У супругов Оксаны и Дмитрия их 10. И каждый драгоценный подарок судьбы. И мы решили после этого с женой, что всех детей будем принимать как есть. Не отказываться ни одного ребенка, потому что каждый ребенок для нас дорог. И некоторые люди спрашивают, что вы дадите своим детям? Детям надо дать любовь. Самое главное – любовь. И все у них будет. Быть многодетными родителями – нелегкий труд. Надо найти время, чтобы заглянуть в глаза каждого ребенка. Узнать, что его волнует. И вовремя дать совет. И сложно, и счастливо. Очень много радости детей. И печали много. И проблем, и забот. Напополам, я думаю. Тут же поплакал, тут же улыбнулся. И радости. Столько же и радости они приносят. Во Владимире около 60 тысяч детей. Во многих семьях есть материальные проблемы. Многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-инвалидами получают поддержку по линии социальной защиты. В последнее время были введены дополнительные выплаты. По линии социальной сферы мы осуществляем выплату от 3 до 7 лет включительно. По линии пенсионного фонда 5 тысяч с апреля по июнь. Это семьи, которые имеют в своем составе детей до 3 лет. И 10 тысяч, это от 3 до 16 лет, это выплачивает пенсионный фонд. Елена Берецкини работает в службе социальной защиты больше 20 лет. За это время ей приходилось оказывать помощь огромному количеству семей. Ведь именно к соцработникам люди идут со своими проблемами в первую очередь. Просит помощи в разрешении каких-то конфликтных ситуаций в семье. Споры между мужем и женой, дети, например, в социально опасном положении. Есть такие семьи сложные. И хочется пожелать нашим семьям, конечно, в первую очередь в наше сложное время, крепкого всем здоровья, берегите себя. Ну, а, конечно, обращайтесь к нам по любым вопросам. И мы, конечно, постараемся вам помочь. Недавно 10 лет исполнилось уникальной службе экстренной психологической помощи общероссийскому детскому телефону доверия. С экспертами ежедневно по самым сложным ситуациям советуются граждане со всей России. Только за прошлый год из Владимирской области поступило почти 5000 звонков от несовершеннолетних и их родителей.